всем привет комментариях у меня попросили сделать голос персонажа но вы сами понимаете что для синглплеера для мультиплеера все совершенно разное если вам необходимо делать общение двух персонажей это естественно совсем другую так скажем другая структура если допустим здесь персонаж просто пробежится да там то есть ему необходимо голос да он просто скажет какие-то фразы то пожалуйста вот это видео будет как раз таки про это во первых вот у меня есть несколько звуков которые я записал до своим голосом и теперь чтобы их воспроизводить в определенных местах или же при том что брать допустим какие-то предметы и должен персонаж что-то сказать давайте сделаем это таким способом как бы я сделал во первых нам нужна структура то есть мы блупринт выбираем структуру давайте напишем как-нибудь структуру тейбл ну и второе что нам необходимо это у нас получается дата тейбл вот она и мы здесь выбираем нашу структуру структуру тейбл нажимаем ok это у нас давайте напишем тейбл голос да как-нибудь так заходим структуру здесь есть у нас определенные позиции да вот мы их добавляем это у нас вот получается вот такая вот штука что самое простое можно сделать я не знаю это name имя допустим да у первое значение хотя она в принципе даже здесь не нужно окей просто не будем его писать во первых это sound давайте лучше посмотрим вот так вот наводим на на звук и здесь у нас sound wave написано сверху под точнее над наименованием да так и напишем sound wave то есть мы выбираем наш звук object reference сюда можно прописать еще текст допустим который вы будете выводить виджете если необходимо но я пока просто прописываю текст здесь уже особо не важно дадим наименование это у нас текст это у нас sound сохраняем давайте зайдем в тейбл нашу таблицу вот здесь есть две штучки мы добавляем строчку это у нас первая строчка и здесь мы выбираем наши необходимые звуки 1 допустим у нас будет давайте вот это я ее просто выделил нажимая сюда она у нас сразу прыгнул вот она уже пишется где она находится ну и текст вы пишете если вам необходимо снизу выводить тоже самый текст только графическом виде то есть тот же самый голос графическом виде я не помню что я там говорил ну ладно давайте примерно да пусть будет так добавляем еще несколько строчек и также добавляем наши уже звуки это будет вот сюда надо было конечно добавить чтобы все по порядку было пусть вот это будет следующее далее мы выбираем следующий звук можно было конечно контент браузер открыть здесь чтобы было проще то есть вы открываете windows и наш контент браузера 2 выходим туда где у вас лежат звуки ну и просто выделяете и уже ставите здесь то есть это гораздо проще не сворачивая туда-сюда ну и еще один добавим это у нас вот этот будет но естественно на каждый вы пишете описание вашего голоса так скажу я вот так пока напишу все это ну вот так вот представим до сохраняем это у нас таблица так структуру мы можем по сути уже закрывать и таблицу тоже можно уже закрыть она нам не нужна в данном случае смотрите что мы можем сделать одно из самых простых действий мы можем просто создать здесь blueprint класс и выбираем из полного списка да что actor компонент вот он ставим select давайте и си просто компа напишем заходим в него и здесь мы можем как раз таки получается создать функцию допустим в этой функции мы будем прописывать какие-то действия так но sound go допустим напишем во первых мы нам необходимо открыть таблицу с наименованием до get table row здесь мы выбираем нашу таблицу можем подать ее сюда допустим если у вас несколько таблиц для первого для второго уровня вы как-то сделали отдельно либо между персонажами разные у вас таблица то есть выводим их сюда входящее значение также выводим входящее значение номер строки номер строки это у нас вот в данном случае это вот единица два три четыре пять то есть она пойдет так ой то есть вот это ровный здесь можете переименовывать если вам необходимо да можно два раза нажать переименовать более короткое или какое-то наименование там допустим заправка ну как то так чтобы вы определяли где это примерно происходит так канистр здесь допустим перс здесь у нас перс 2 какой-нибудь здесь go live там что-нибудь то есть вы уже будете знать какая строчка к чему относится и далее мы когда у нас строчка все-таки нашлась так мы можем сделать компанию да да вот волью можно выставить какой допустим значение какой-нибудь стандартная но можете первое значение пустое выставить так чтобы вот как раз таки она не особо сильно ругалась data table естественно у нас пойдет оттуда снаружи можно переключить по сбой референс чтобы у нас все это выдавала там где необходимо но в данном случае чтобы пока не ругалась мы могли что-то выбирать вот пока отключим но потом можно подключить будет отсюда выводим break и далее у нас вот как раз таки саунда play sound 2d или можете выбрать play sound это location но все зависит как вы хотите все чтобы воспроизводила так как у вас синглплеер вас никто не слышит и данное случае место локации вам особо и не нужно но можете сделать и так но для этого вам необходимо тоже будет уже подавать сюда позицию где откуда производить воспроизводить звук соответственно да то есть вот это здесь мы воспроизводим звук ну и если у вас допустим виджет да какой то стоит у персонажа создавался или нет так же выводите на него получается ну пока я просто покажу как делать звук подключаем все сюда compile далее мы допустим можно вот к этой канистре да либо вот триггер бокс какой-нибудь вы выставляете и хотите чтобы когда персонаж у нас подходит к данному человеку допустим воспроизводится какой-то звук но естественно триггер бокс вы делаете конвертацию blueprint да то есть и сохраняйте куда вам необходимо в данном случае это у меня blueprint папочка будет это у нас триггер бокс один какой-нибудь select и в этом триггер боксе вы будете настраивать допустим добавляем наш компонент который мы создали да это у нас здесь можно пролистать если забыли как и я как называется так она у нас и сиком подан называется и си нижнее подчеркивание так здесь у нас сохранилась сохранилась вот он айси компа вот у нас наш компонент добавился вот сюда к этому blueprint то есть к мыши мы просто добавить не можем им нужен blueprint потому что сюда как раз таки этот компонент подсоединяется ну и далее из него при вхождении допустим в эту коллизию да мы естественно настраиваем компонент begin overlap там компонент нам достаточно принципе у европа мы проверяем это действительно нас наш персонаж зашел или же нет допустим каст нашего персонажа в данном случае first person character если да то мы естественно будем выполнять нашу функцию которую мы создали компоненте то есть вытаскиваем наш компонент сюда и запускаем действие так но data table нам по сути не нужно я конечно зря сюда наверно поставил вот эти строчки так что мы их референсы снимаем это на всякий случай если у вас допустим из чего-то вы можете вытащить и поставить сюда референс в данном случае у нас нету мы просто выбираем так здесь у нас допустим заправка location мы ставим get actor location ну или определяем на локацию персонажа допустим пусть будет так но это один из примеров который мне кажется не особо нужен так и давайте попробуем подойти столько заправок встретилось но надеюсь здесь хоть есть бензин так почему у нас триггер бокс данном случае создал коллизию а это видимо у меня с предыдущего коллизии какая-то осталось да он он у меня здесь этих парантов накидал зачем-то он снова его повторяет но в общем из-за того что у меня такой уже триггер бокс был он у меня просто подхватил его автоматом из-за этого какой-то виджет вылезает но это не важно то есть вы также можете допустим в эту канистру да мы можем зайти сюда же то же самое подсоединить наш компонент также вытащить допустим вот наша сфера которая окружает данную штучку мы можем поставить все то же самое проверка нашего персонажа в данном случае из нашего компонента вытаскиваем нашу функцию sound если все отлично мы выбираем таблицу и к которой звук надо воспроизвести ну и дальше выбираем строчку которую надо воспроизвести данное случае это у нас называется канистр то есть мы ее просто сюда записываем location можно то же самое get actor location подаем здесь и давайте подойдем к данной канистре то есть вот звук воспроизвелся классно я нашел канистр ну и естественно здесь при таких вот случаях мы должны выставить do once иначе несколько раз коллизия срабатывает и воспроизводится несколько раз классно я нашел канистр я нашел канистр но из-за того что у меня канистра поднимается и на персонажа она респается у меня звук повторяется здесь такое устранить уже более глобально надо залезать допустим тот же самый подъем предметов либо возле самого предмета выстраиваете вот звук ну и также у персонажа но ведь он просто скелета у мэш на него просто не повесить для этого естественно мы должны какую-то коллизию создать с помощью которой мы будем уже воспроизводить наш звук естественно берем оверлап вот это можно в принципе даже скопировать то есть мы все то же самое выполняем данное случае это у нас очень быстро да с помощью компонента мы здесь можно все настроить ну допустим 1 2 это у нас будет при подходе к персонажу так давайте ее обойдем ну ладно ну то есть вот просто человек сказал да ему но естественно это одна из самых простых вещей которые я мог принципе показать если необходимо пишите в комментариях выводить ли текст до данном случае да то есть показывать как это сделать или вы же и сами принципе поймете на этом все всем пока